От кого мы произошли? Есть множество новых существ, которых находят на нашей планете. И кому подорожали в древности? Для меня было интересно, зачем пытаться делать свои головы более продолговатыми? На что способно наше подсознание? Лучшими экстрасенсами являются дети. Где прячется душа? Разум человека окутывает наше тело. Человек – самое загадочное существо на планете. Чего мы не знаем о себе? Документальный проект «Приключения древних существ». Кто подделал мумию Тутанхамона? А затем убил всех, кто знал об этой фальсификации? Существа кироскопа отмечали многие странности. И чтобы они не стали достойным властности, людей просто убирали. Зачем нужно было монашескому ордену из Ватикана придумывать историю древнего Китая? Нужны были особые врезки, чтобы объяснить, почему в истории есть пробегы. Например, были акты сожжения книг, а после этого все начинается заново. Античные Олимпийские игры. Были ли они на самом деле? Сама статуя Зевса, которая восхищала всех, это одно из семи чудес света, на всякий случай было. Ничего там нету, она куда-то исчезла. Грандиозная афера в истории древних цивилизаций. Документальное расследование «Ложная история». Сегодня ученые выдвигают гипотезу о том, что подземные водоемы нашей планеты могут быть населены неизвестными современной науке обитателями. На многокилометровой глубине они защищены от влияния человеческой цивилизации и изменения климата. Поэтому и доживают до наших дней, практически не меняя облика. Но что это за древние обитатели? Биологи утверждают, сюрпризы в этом поиске неизвестных жителей Земли могут быть какие угодно. От доисторических ящеров и мифических людей-амфибий, о которых рассказывают древние летописи, до смертельных доисторических вирусов, которые, вырвавшись на свет Божий, могут изменить облик нашей планеты до неузнаваемости. Все версии и гипотезы ученых по этой проблеме в проекте «Вселенная на ладони» прямо сейчас. Весной 2014 года научный мир был ошарашен сенсацией от микробиологов. В Сибири на глубине 30 метров найден самый крупный в истории вирус – пифовирус Сибериум. В замороженном состоянии он просуществовал 30 тысяч лет, однако сохранил жизнеспособность. В лаборатории в Пущино ископаемая зараза стала размножаться, как ни в чем не бывало. Ученые уверены – из-за глобальных климатических изменений на планете появятся смертельно опасные вирусы, которым у человечества иммунитета нет. Вот уже больше 10 лет подряд среднегодовые температуры в Якутии бьют все рекорды. Декабрь 2013-го стал самым теплым за всю историю наблюдений. Но провалившиеся подлет автомобилей, исходящие со свай дома – не самое страшное последствие таяния вечной мерзлоты. Если глубже выходит оттайка почвы, тогда усиливается выделение углекислого газа. И выделение углекислого газа по масштабам значительно больше, чем выделение углекислого газа от всякой техники, транспорта и вообще от человеческого влияния. Вместе с углекислым газом из глубин поднимаются микроорганизмы. До недавнего времени их считали примитивными. Размер самого крупного вируса не превышал 100 нанометров, а его ДНК насчитывало всего 10 генов. Сегодня обнаружены вирусы-гиганты. ДНК сибирского вируса содержит 2500 генов. То есть его возможности к мутации в 200 раз превосходят возможности вируса традиционного гриппа. Пифовирус известный, сибирский, о котором было в марте месяце, по-моему, в журнале Science была публикация о том, что наши ученые нашли самый крупный в мире вообще за всю историю полтора микрона размером вирус. Который после определенных, так сказать, попаданий в определенные условия считается, что он живой. То есть 30 тысяч лет для него это не время, да? До недавнего времени считалось, что гигантские вирусы паразитируют только на амебах. Однако в прошлом году в крови 11-месячного мальчика были обнаружены следы ДНК еще одного вируса-гиганта. Марсель-вирус имеет сложный набор генов. Это генетический материал животных, птиц, растений, а также других вирусов. Программа вирусов нацелена на поддержание своего рода видов, поэтому миллионы лет назад были вирусы. И также вот они сохранились до сих пор в неизмененном виде. А некоторые, в общем-то, претерпевающие мутации, у нас появляются новые виды вирусов, которые неизвестны еще человечеству. Само понятие вируса было открыто только в конце 19-го века. В 1887 году российский ученый Дмитрий Ивановский изучал заболевания листьев табака на Украине. Он обнаружил частицы, которые не видны в микроскоп и свободно проходят через стерилизационные фильтры. А вирусы через эти, значит, поры проскакивали. Их было очень тяжело изучить, и поэтому предполагали, что что-то такое есть, но найти их как таковых не могли, потому что размерность их совершенно маленькая в сравнении с бактериями. То есть это бактерия – это клетка, вирус – это, будем говорить, доклеточная, так сказать, структура, в которой присутствует, значит, какая-то спираль ДНК или РНК и закрытая оболочка. Генетические цепочки и есть программы, определяющие цели и задачи вируса. Осознание этого пришло только сто лет спустя. С распространением компьютеров ученые стали относиться к вирусам как к саморазвивающимся информационным структурам. Ну, это байт некий, байт памяти, да, который может фактически встроиться в любом случае, так как у вас заложена программа развития клетки, этот, грубо говоря, вот этот байт памяти, попадая в эту клетку, может нарушить полностью вашу программу. Ну, это фактически то же самое, что вот сейчас более понятно, наверное, компьютерный вирус. Американский ученый Крейг Вентер в своей лаборатории создал одноклеточный организм, которым управляет синтетическая ДНК. Такие микроорганизмы в будущем смогут создавать все, что угодно. От медикаментов до бензина. Перспективы, сколь заманчивы, столь и опасны. Синтетические организмы в руках злоумышленников могут производить яды или новые вирусы, то есть биологическое оружие. Зная геном потенциального противника, его действие можно сделать избирательным, а это будет пострашнее атомной бомбы. Вот оружие избирательного действия, которое, как бы сказать, тоже запрещено и не должно применяться, оно может выбирать по полу, по расе, по набору, значит, это самое, генома. Она может выбираться по среде обитания. Не случайно открытие вызвало в обществе бурю протеста. В Ватикане заявили, что создавать жизнь – это право творца. Представители церквей и общественных организаций потребовали от международного сообщества запретить игру в Бога. Принять мораторий на разработки в области синтетической биологии. О том, какую опасность представляют разработки биологического оружия, знают в Екатеринбурге. Весну 1979-го жители до сих пор вспоминают как самую большую трагедию. Александр Бурмистров тогда работал мастером на керамическом заводе. Чуть не каждый день по человеку умирало. Через день, через несколько дней, в общем, за месяц в нашем трудном сессии умерло 11 человек. На заводе память мне уже изменяет или 22, или 24 человека. Заключения медиков о причинах смерти сразу показались странными. Воспаление легких. Все началось 3 апреля 79-го года. В этот день медсестра Юлия Щербакова дежурила в приемном покое 24-й городской больницы. Через час после начала смены поступил звонок из 20-й больницы. Срочно готовить резервные места для инфекционных больных. Больные тяжелые были очень, с высокой температурой. 40-41 температура очень высокая. Больные тяжелейшие. Дышали глубоко. Мне приходилось инъекции делать в руку. Я стояла над ними стоя. Они сидели на стуле. Я стою, делаю инъекцию. Даю кислород, они задыхаются. Дышат буквально на меня. Я без маски, я без всего. Мы считали, что это не заразно, это ничего страшного. Только спустя 10 дней в местной прессе публикуется информация об эпидемии сибирской язвы. Ее источником называется мясо, продававшееся на местном рынке. Срочно формируются санитарные бригады. Медики обходят все дома и квартиры, заглядывают во все холодильники. Изъятое у населения мясо свозили все на тот же керамический завод. Это мясо сжигали в горне, в механическом цехе. Когда человек, который наблюдал за этим процессом, по каким-то делам отлучался, они умудрялись мясо припрятать. Потом варили, ели, слава богу, живы остались, невзирая на то, что нам говорили, что это мясо есть на земле. На улицах появились люди в костюмах химзащиты. Они обрабатывали из пожарных бронзбойтов дороги, стены цехов, многоэтажек и частных домов. Крыши ночью с самолетов поливали какой-то рыжеватой жидкостью. Самое страшное то, что и никто ничего не говорил. Апрель тогда был необыкновенно теплый. Детишки раздеваются босиком по этим ручьям. Люди всерьез опасались за жизнь своих детей. Однако вирус действовал избирательно. Когда я дежурила, поступили всего две женщины в сибирской язву, которая подтвердилась. А в основном были мужчины молодого возраста. Стариков не было. Почему потом разговор пошел, что эта бактерия была рассчитана, наверное, на молодежь, на армию. На молодых. Именно на мужчин. На восточном кладбище Екатеринбурга таких захоронений сотни. Возраст от 25 до 50 лет. Дата смерти – апрель-май 1979 года. Маргарита Ложкина приходит сюда к своему мужу Михаилу, офицеру запаса советской армии. В апреле 79-го он проходил сборы на территории 32-го военного городка в Свердловске. Симптомы у него были, значит, высокая температура, кашель. Он пошел попариться сначала, думает, пойдет попариться. Вот. Вышел из подъезда, умал. Вызвали скорую, его отвезли. Спустя сутки Маргарита не обнаружила мужа в списках больных. Уже тогда в народе ходили слухи о том, что истинной причиной смерти их близких стал случайный выброс в атмосферу спор боевого штамма сибирской язвы. Биологическое оружие разрабатывалось в военном городке Свердловск-19. Эта территория до сих пор остается засекреченной. Когда-то жители Свердловска откровенно завидовали тем, кто жил по ту сторону КПП. За колючей проволокой была высокая зарплата, дефицитные товары и отменное питание. И вот на территории 19-го военного городка там говорили, что все военные там хорошо питались. Почему? Потому что там очень много варилось мяса, свинина. И вот это мясо давали военным. Они так радовались, что их-то хорошо кормят. А вот на этом бульоне они выращивали сибирскую язву. Вы понимаете, военное бактериологическое оружие. Вот на территории 19-го военного городка. И все старались попасть туда. Там питание хорошее, мясо много дают. По одной из версий, в ночь на 31 марта 1979 года в лаборатории по расфасовке спор сибирской язвы засорился фильтр. Его сняли, а новый поставили только в конце смены. Несколько часов воздух из зараженного помещения выходил наружу. Микроскопических убийц ветер разнес на несколько километров. При этом на секретном предприятии о том, что умирают люди, даже не подозревали. Параллельно с бациллами смерти была разработана вакцина, которой в обязательном порядке прививалось все население закрытого городка. Из соображений секретности гражданским эту вакцину так и не дали. Имея на руках, допустим, модифицированный вирус Эболы, мы, и зная, что для него нет противоядия противоположной стороны, мы можем его применять. Не заботитесь о том, что у нас будут какие-то проблемы на территории. Вирусы и бактерии могут менять свою генетическую программу. Ученые склоняются к версии, что с помощью вирусов контроль над земной цивилизацией осуществляет некая высшая форма жизни. И жизнь это не в виде космических кораблей, которые прилетят и нас уничтожат. Этого не нужно делать. Достаточно сюда посыпать щепотку вирусных частиц, в которых уже есть наследственная информация, и они модифицируют наш местный прокурорный мир так, чтобы человека не стало. Или наоборот, чтобы человек расцвел. Несколько раз в истории Земли вирусы убивали целые цивилизации. В 1987 году советские археологи сделали сенсационное открытие. На территории Северного Урала они обнаружили неизвестную ранее страну. Удивительно, но до этого времени никем незамеченными оставались хорошо сохранившиеся древние города. Эти населенные пункты были настолько масштабны, что на военных аэрофотоснимках их считали сельскохозяйственными постройками. И лишь попав в руки археологов, эти фотографии стали открытием. И это совпало еще с рассекречиванием карт. Если на генштабах, вот на генштабовских картах любой рельеф до 50 сантиметров, он уже фиксировался, то для нас, для археологов, эти карты были секретные. И это как раз совпало с тем, что картографические материалы были нам доступны, и мы смогли по ним ориентироваться тоже. Так с высоты птичьего полета на Урале обнаружили цивилизацию, которая по возрасту и развитию превосходила Древний Египет. Города круглой формы были построены с геометрической точностью. За их стенами жило до двух с половиной тысяч человек. В Древнем Аркаиме за две тысячи лет до нашей эры существовала металлургия. К тому же они обладали совершенными астрономическими знаниями. А на сегодняшний день самые древние колесницы – это Аркаимское время, это наша эпоха. И древнее нет, что был набор лошади, конской сбруи, колесницы – это только у нас памятник Аркаимского, Синташтинского типа. И представляете, вот это колесо, легкое колесо, помноженное на бег лошади – это было открытие пространства. Аркаимцы любили путешествовать, были хорошо вооружены, при этом ни с кем и никогда не воевали. Археологические раскопки выявили и другой удивительный факт. Несколько раз тысячи жителей благополучного, просвещенного, счастливого поселения в один момент были вынуждены его покинуть. Перед тем, как уйти, вот эти замечательную архитектуру, замечательные свои жилища, они сжигали. И сжигали преднамеренно, со всех сторон поджигая. Огонь – это всегда общение с богами, и это возврат. Через огонь человек всегда возвращается, уходит и возвращается. Причина варварских поджогов собственного города пока остается тайной. Возможно, она связана с вирусной инфекцией. В первую очередь болезнь поражала детей. То есть детская смертность была очень высокой, и поэтому находят вот как раз большое количество детских захоронений, при том, в основном, это массовые захоронения. Вирусологи знают немало заболеваний, которые поражают именно детей. Например, вирус Эпштейна-Парра, который действует прежде всего на иммунную систему. В отсутствии лекарств был только один выход – обратиться к богам. Паркаимцы были огнепоклонниками, поклонялись они богу солнца, богу огня. Об этом говорят сейчас достаточно точно. То есть по анаменту даже керамики это определяют. И, скорее всего, сжигая свой город, аркаимцы как бы считали, что принесли таким образом его в дар, вот в жертву этому богу солнца, богу огня. После пожара пепелище стояло нетронутым несколько лет. Затем люди возвращались и начинали все сначала. Пять слоев на полу сожженных. Самое интересное не только то, что они сжигали, а когда они возвращались. Они возвращаются и строят именно на этом же месте, на этом же фундаменте. Они используют для замеса своих кирпичей сердцовых, они используют грунт, который только что горел. Но однажды люди не вернулись. Неизвестный вирус уничтожил аркаим. Следы высокоразвитой цивилизации затерялись. Более поздние племена в этой местности вели первобытный образ жизни. В 2001 году, расшифровав геном человека, ученые выяснили неожиданный факт. Большую часть в молекуле ДНК составляли неработающие мусорные гены. Об их назначении спорили 10 лет. Лишь недавно стало понятно. Это не мусор, а части различных вирусов. Некоторые ученые считают, что вот эти ранее неизвестные частицы вирусов это энциклопедия, из которой иммунная система черпает информацию об опасных микропрограммах. Мы все передаем это наследство. Наше тело, оно смертно. А то, что находится у нас генетическая информация в нашем половом пути, она бессмертна. Мы постоянно ее передаем в поколениях. Поэтому с этой точки зрения человек уже, и не только человек, другие существа на Земле являются бессмертными, потому что передается генетическая информация. Оказывается, без вирусов люди не могли бы иметь детей. Иммунная система женского организма безжалостно убивает все чужеродные клетки. Сперматозоиды мужчины содержат вирус, блокирующий работу клеток сторожей женщины. Только благодаря ему сперматозоид беспрепятственно проникает в яйцеклетку и образуется зародыш. Выдающийся российский микробиолог Георгий Александрович Заварзин в свое время сформулировал любопытную теорию о роли бактерий на Земле. В четырех словах она звучит так. Основными жителями планеты являются бактерии. Мы здесь, в общем-то, извините, транзитные пассажиры, мы здесь некие субстанции, которые, в общем-то, появились благодаря прокариотам и живем благодаря прокариотам и, видимо, исчезнем по воле прокариот. Сенсационный эксперимент провели во времена СССР на Кольском полуострове. Тогда ученые смогли пробурить скважину глубиной 13 километров и, к огромному удивлению, обнаружили на этой глубине настоящую биохимическую лабораторию. Так вот, на тех глубоких, больших глубинах, при высоких температурах вода растворяет некоторые минералы. И там не чистая вода, а гидротермальные растворы, в том числе растворы, в которых растворяются органические вещества. И, ну, в частности, к числу таких растворителей называют гуминовые кислоты. И вот эти гуминовые кислоты, как оказывается, в состоянии растворить золото, которое до этого было в металлическом виде. Эти гидротермальные растворы под огромным давлением поднимаются наверх, и по мере остывания из этих растворов золото потихоньку кристаллизуется. Так образуется месторождение золота. Свердловская область. Город Березовский. Это место по праву считается родиной российского золота. Удивительно, но пуще золота здержние шахтеры почитают вот такую, обычную, на первый взгляд, белую плесень. В темноте она начинает светиться. Трогать эту плесень старатели категорически запрещают. Причина в древней шахтерской притче. У женщины, у которой в шахте работали и мужья, и братья, и сыновья, она приносила им еду, шла в белом, как обычно женщина, чтобы их было видно издалека. И вдруг в шахте начался обвал. Разумеется, женщина испугалась и начала молить всех богов, которых знала. Прежде всего, основного православного, конечно, нашего. Но он, видимо, ей не помог. Поэтому, по одной из версий, она продала душу горному королю, который спустился к ней на помощь. В итоге свод шахты обвалился именно там, где стояла женщина. И рядом с завалом образовался проход, через который ее муж, братья и дети смогли выбраться наверх. И потом, когда начали раскапывать вот эту вот обвалившуюся породу, женщину саму не нашли. То есть ее тело не найдено. Были найдены только обрывки белой одежды. И эту одежду не стали доставать из шахты. И в итоге она расползлась по стенам белой плесенью. Считается, что с тех пор белая баба стала духом и покровителем золотоискателей. Белый силуэт в глубине забоя предупреждает об опасности или может указать путь к выходу. А вот насмешек над собой не терпит. Рассказывают о том, что был один шахтер, который более 30 лет работал в шахтах на Дальнем Востоке. И приехал сюда в Березовске с семьей, переехал, чтобы доработать до пенсии, довести свой горный стаж до нужного значения. И в результате он очень начал надсмехаться над верованиями местных шахтеров, особенно над белой бабой. И в результате, буквально на следующий день, после того, как он нелицеприятно высказался об этой женщине, его завалило. Помимо мистики, в бережном отношении к белой светящейся плесени есть и рациональное зерно. Микроорганизмы, которые ее образуют, служат шахтерам своеобразной прививкой от многих вирусных заболеваний. Так как вот эта тренировка иммунитета, она происходит только за счет того, что мы знакомимся с новыми патологиями. Значит, у нас появляются какие-то резервные возможности, у нас появляются какие-то адденционные возможности. То есть за счет этого мы и выживаем. Шахта Северная – самый древний из действующих рудников в мире. Глубина более 700 метров. Технология добычи золотой руды за сотни лет практически не изменилась. Сначала в стенах и потолке высверливают отверстия. В них закладывают взрывчатку – аммонит. Породу взрывают. Трактором нагружают в вагонетки, вывозят к транспортеру и поднимают на поверхность. Собственно, золотом это назвать никак нельзя. В тонне этой серой массы менее 8 граммов драгоценного металла. Чтобы отделить золото от руды, трудиться приходится целой фабрике. Породу измельчают и многократно промывают. Получается концентрат, состоящий из золота и сульфидов. После этого на помощь людям приходят микроорганизмы. И бактерии здесь выполняют вполне определенную роль. Они способствуют окислению или растворению этих сульфидов. Золото остается совершенно нетронутое. Эти бактерии живут от того, что они переваривают и едят вот эти самые сульфидные концентраты. Специально эти бактерии никто не создавал. Их обнаружили в грунтовых водах золотоносных рудников, где они, как ни странно это звучит, ведут самостоятельную добычу золота. Причем эти бактерии не только окисляют золото. В результате этого сульфиды разрушаются. Но частично они в том числе и откусывают, если так утрировать немножко, и от маленьких кусочков золота. Бактерии живут внутри каждого человека. Без них мы бы не смогли переваривать пищу и получать питательные вещества. И это отличает бактерии от вирусов, большинство из которых настроены к человеку враждебно. Особенно те, которые находятся в руках военных. Программы создания биологического оружия существовали в Англии, Японии и США. В сороковых годах Великобритания планировала применить его против Германии. Заразу испытали на острове недалеко от побережья Шотландии. Из-за широкомасштабного загрязнения сибирской язвой эта земля оставалась запретной до 1990 года. Дальше всех в создании биологического оружия продвинулся Советский Союз. Александр Данченко бережно хранит штурвал рыболовецкого судна. Корабль был собран на Аральском судоремонтном заводе. Здесь Александр проработал больше 20 лет. Лично принимал участие в постройке нескольких десятков кораблей. В том числе и военных. Торпедные катера собирали, три катера собирали, алюминиевых, торпедных, да. Они осуществляли охрану зоны острова Возрождения. Остров был самой большой тайной Аральского моря. С 1954 года там функционировал крупнейший в мире полигон для испытаний биологического оружия. Там разрабатывали и испытывали весь спектр возможных биологического оружия. То есть это и бактерии, чума, тулеремия, сибирская язва. Это вирусные, всякие геморрагические лихорадки в основном, и что там еще, оспа. И в том числе и токсинное оружие, то есть ботулизм и так далее. Полигон размещался на двух островах. На острове Возрождения был выстроен целый закрытый город Кантубек, или Аральск-7. Его население превышало полторы тысячи человек. Здесь был лабораторный комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Жилым поселком, школой, больницей и воинским гарнизоном. Попасть сюда можно было только самолетом. Огромная для воинской части взлетно-посадочная полоса до сих пор хорошо просматривается на спутниковых снимках. По соседству находился остров Константин. Именно на нем проводились испытания биологического оружия. Когда они сбрасывали это до острова Константин, там уже лошади стояли, ждали, бараны. Ну, бараны, они в клетках их ставили, чтобы не разбежались. Вот. На какой площади они надышались? Как только самолет улетал, эти надышались, ученые приходили, записывали, значит, где сдохли, где не сдохли, то есть определяли площадь погибания всего живого и так далее. Это, ну, остров большой, поэтому что? В доме у казахского эколога Сайлубая Жибатурлы до сих пор хранится уникальная карта. Она предназначалась для капитанов гражданских судов. 40-километровая зона вокруг островов очерчена пятиугольной красной линией. Для любого экипажа ее пересечение выливалось в реальный кошмар. Их всех останавливали, военные сразу возникали, и завязывали глаза, или в трюм загнали в каюте своей кубрики, и не выглядывали, и они даже не знали, куда пристали. Скрывать было что. В лабораториях засекреченного острова находились боевые штаммы вирусов и бактерий. Достоверно зафиксированный случай утечки боевого вируса произошел в 1971 году. Тогда на острове Константин проводились испытания биопрепарата черной оспы. Была взорвана небольшая, всего в 400 граммов бомба. В этот момент ветер над островом внезапно переменился. Весь Аральск отцепляли солдатами, чтобы никто сюда не проходил и не уезжал. И даже не останавливались поезда пассажирские. Они прямо проезжали отсюда, в сторону Саксоурска, Казалинск, останавливались. А в Аральск не останавливались, чтобы не заразиться и так далее. Но нам было так обидно. Поезд садиться надо, а не останавливается. Тайное стало явным после экологической катастрофы. Сегодня вокруг бывшего полигона нет моря. Стада диких животных пасутся в местах, где тысячи их сородичей погибали от страшных болезней. Последних людей с острова Возрождения эвакуировали в 92-м. Из-за риска попадания спор биооружия на Большую Землю военные бросили там все имущество. От мебели до лабораторного оборудования. В 1995-м остров посетила группа американских ученых из так называемого батальона по обеззараживанию. Когда туда пришли через несколько лет американцы и начали свою дезинфекторскую деятельность, они нашли несколько штаммов сибирской язвы живыми и утащили к себе в Америку. Вскоре после этого в американскую прессу просочилась сенсационная информация. Боевой штамм сибирской язвы с острова Возрождения мутировал и стал еще более опасен. За семь лет его не смогла уничтожить даже хлорка. В конце 1988 года это событие стало бомбой. В столице Калмыкии, городе Элисте, в крови женщины-донора и ребенка нашли вирус СПИДа. До этого считалось, что вирус иммунодефицита человека, болезнь проституток, бомжей и гомосексуалистов. В Элисту срочно вылетает комиссия Центрального медицинского научно-исследовательского института. Ее выводы потрясли всю страну. Вирус обнаружили еще у 74 младенцев и 16 взрослых женщин. Особенность этого вируса такова, что те антитела, которые вырабатываются в организме против вируса иммунодефицита человека, его не уничтожают. И он продолжает находиться в организме, накапливаться, в общем-то, угнетая, убивая иммунитет. Почему он и называется вирус иммунодефицита человека? В 2013 году в интернете появился вирус, полностью копирующий программу биологического СПИДа. Попав на компьютер пользователя, Троян Эрмнет-19 первым делом отключает антивирусные программы. А после собирает и отправляет своим создателям пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию. Сегодня виртуальный СПИД поражает даже мобильные телефоны. Вирус «Комварьор-Эй» передается через обычные СМС-сообщения. Как результат – миллионы украденных паролей и номеров кредитных карт. Сейчас мобильный телефон – это устройство со своей операционной системой. И там планшет, карманный компьютер, коммуникатор. То есть это устройство, которое уже использует свою среду. Раньше среды у них не было. Проникать, по большому счету, тоже было некуда. В 20 веке вирусологи научились обучать иммунитет человека. С помощью прививок подгружается информация об опасных микропрограммах. Детишек с рождения, в общем-то, если вы знаете, существует календарь прививок и прививают против разных инфекций. Суть прививки состоит в том, чтобы привить материал, он называется атонуированный штамп. То есть он обезвреженный, он не способен вызвать заболевание. Но в пользу чумовой вакцинации у нас начинается выработка антител. Так удалось полностью победить оспу, толеремию, холеру, чуму и множество других болезней. Всего сто лет назад они уничтожали десятки миллионов людей по всей планете. Однако расслабляться рано. Главная угроза заключается в слиянии биологического и виртуального пространства. Сейчас мы что-то публикуем в социальной сети. Тут же об этом узнают люди, начинают обмениваться этой информацией. Кидать ссылочки друг к другу, ставить лайки. В будущем интернет сменится психонетом. Люди будут обмениваться информацией с помощью мыслей. Удивительно, но именно такими способностями испокон веков обладают обычные бактерии. Не так давно британские микробиологи провели интересный эксперимент. В одной емкости ученые вырастили большую колонию бактерий. После разделили ее на две части и отправили в разные города. Одну из двух половинок стали убивать антибиотикам. Определялась в основном скорость деления. Как только появлялась угроза от популяции, которая разнесена между собой, допустим, эритромицин мы добавляем в чашку Петри, где, грубо говоря, сидят одни. Моментально идет реакция, идет ускоренное деление. Четыре в десять раз ускоряется деление этих бактерий, находящихся в другой клетке. В другой этой самой, ну не клетке, а в другой чашке Петри. То есть в другом доме они знают о том, что происходит с их близкими родственниками. Это заставило ученых говорить о коллективном разуме, которым обладают бактерии. Каждая мельчайшая клетка собирает информацию и передает ее всем остальным. В результате к антибиотикам адаптируются даже те бактерии, которые не были в непосредственном контакте с лекарством. Они их знают, они прячутся, и они знают, как уберечь себя от этих вот фармацевтических препаратов, которые подавляют их жизнедеятельность. Умные, умные, очень умные. Механизм общения был открыт только недавно. Французский ученый Люк Монтанье много лет изучает вирусы и бактерии как носители информации. В своей лаборатории он сделал невероятное открытие. Микроорганизмы обмениваются друг с другом информацией при помощи электромагнитных волн. Бактерии и вирусы испускают электромагнитные сигналы, отображающие ДНК. И таким образом, в первой части исследования мы увидели, что все бактерии, которые потенциально способны вызывать заболевания у человека, излучают подобные сигналы. То же касается и вирусов, таких как СПИД, гепатит. Они также испускают подобные сигналы. Ученым удалось выделить информационные сигналы конкретных вирусов и бактерий. Поймать и расшифровать радиопередачу, которую ведет, например, вирус СПИДа. Что касается заражения вирусом СПИДа, здесь нам удалось обнаружить одновременно и сигналы, исходящие от вируса, из ДНК вируса, и сигналы, исходящие из определенных бактерий. Так мы доказали бактериальный фактор, который очень важен для объяснения распространения вируса СПИДа. Можно определить, в какой конкретно клетке скрывается вирус. Электромагнитный сигнал содержит полную информацию о структуре и составе его ДНК. Доказать это удалось наглядно. Люк Монтанье смог передать биологический вирус через интернет. То есть электромагнитные сигналы записываются как на кассету или компьютер, и по интернету отправляются на компьютер-приемник, в другую лабораторию, находящуюся, например, в сотне километров от первой. И в этой второй лаборатории на основе полученных сигналов из воды воссоздается эта структура, хранящая память, информацию о ДНК, а затем воссоздается и сама ДНК. По сути, ученые подтвердили возможность телепортации. На любое расстояние передается не сам организм, а точная информация о нем. А это значит, что вирусам совершенно необязательно прилетать на Землю с метеоритами. Радиотелескопы постоянно фиксируют мощный поток электромагнитных сигналов от дальних звезд. Каждая из них может передать генетический код вируса. Затем вирус синтезируется в водах Мирового океана. Все компоненты для этого на Земле есть. Сегодня сотни ученых по всему миру пытаются продлить человеческую жизнь. Сделать это можно с помощью информационных технологий. И здесь можно говорить как о работе с нашим биологическим мозгом, о попытке его перенести на искусственное тело и таким образом продлить жизнь хотя бы до 300, чтобы выиграть время и реализовать следующий этап, перенести индивидуальное сознание, личность человека на полностью небиологический носитель. Здесь ключевым, конечно, является работа с мозгом и конструирование искусственного мозга. Вечная жизнь будет существовать в виртуальном пространстве. Оно будет безгранично, как космос. Каждый сможет создать себе условия, о которых пока можно только мечтать. Мы избавимся от таких проблем, как нехватка материальных ресурсов. То есть то, что определяло нашу жизнь последние 100 тысяч лет, исчезнет. Исчезнет голод, исчезнет дефицит продуктов, других ресурсов, дефицит энергии. Все эти проблемы мы сможем легко решить. Проблема только в одном. Новые компьютерные программы по-прежнему будут доступны вирусам. Древние греки воспринимали каждого человека как отдельную вселенную. С точки зрения микроскопического вируса так оно и есть. Миллиарды лет они путешествуют внутри своих вселенных и проникают в другие. С точки зрения космоса, человечество тот же вирус, паразитирующий на клетке вселенной под названием Земля. Возможно, на нас смотрят, нас изучают и пока не трогают. Но рано или поздно человеческая жизнь выйдет за пределы Земли и начнет заражать другие планеты. Вот тогда и будет принято решение. Нужен ли сверхразуму вселенной вирус под названием Человек? Что ж, хоть это и были версии ученых, я бы не слишком увлекался апокалиптичными прогнозами. Наука, конечно, за последние годы шагнула далеко вперед и накопила такое количество новой информации об окружающем нас мире, что сама пока не может к ней как следует привыкнуть. Поэтому мы сегодня, по-моему, напоминаем человека, который первый раз посмотрел в микроскоп на свою ладонь и ужаснулся обилию жизни. Теперь с этими страшными знаниями нам придется жить и учиться их не бояться. Ведь вселенная на нашей ладони существовала всегда. Просто мы об этом раньше не подозревали.